спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы с профессиональными боксерами в петербурге можно встретиться повсеместно в городе постоянно проходят бои высокого уровня а сибура лена над крестовском острове порой умудряется принять по несколько шоу единоборств одновременно это настоящий центр боевой культуры многие спортсмены живут в нашем городе или приезжают на тренировки из родных городов и остаются навсегда кстати самый успешный боксер россии последних лет действующий чемпион мира дмитрий бивол много лет тренировался в северной столице и отработал свою непробиваемую защиту именно здесь правда боксер в толпе не слишком выделяется если только это не николай валу однако можно встретиться с ними в боевом наряде не заходя на стадион речь об официальных взвешиваниях которые по традиции проходят в людных местах например в торгово-развлекательных центрах боксер должен показать свой вес при нейтральных зрителях чтобы не было подозрений во всяком журничестве 21 октября такое взвешивание состоялось на первом этаже владимирского пассажа в центре петербурга прямо над входом в метро достоевская место выбрана не случайно ведь там же на четвертом этаже находится главный зал федерации бокса петербурга все желающие могли наблюдать как сдают вес участники командного боксерского матча россия куба помимо зрителей были приглашены юные боксеры которых очень зрелищно бегали по эскалаторам и заполонили нижний этаж здания сама по себе церемония обычно короткая боксеры встают на весы в таком виде как во время боя то есть в одних шортах каждый должен уложиться в верхний порог своей весовой категории кроме супер тяжей эти солидные дяди могут иметь любой вес лишь бы смогли взобраться на ринг и сойти обратно поэтому утяжей разница в весе может доходить до 20 килограмм и более а бойцы вроде упомянутого валу его могут быть на две головы выше оппонента да и вообще супертяжи очень часто совершенно не похожи друг на друга хотя выступают в одной категории после взвешивания проходит дуэль взглядов тут есть большая разница между боксом и мма смешанных единоборствах противники то и дело стараются как говорил один кино герой показать свой боевой оскал завязать потасовку или хотя бы просто потолкаться корпусом откровенно драться на взвешивание не камильфо даже в мма ведь можно же травму получить а то и нанести а вот имитировать драку и махать кулаками в воздухе еще как можно все это постоянно попадает на популярные видео и зрители думают будто так все взвешивания и проходят а то и покруче в боксе же наоборот принято молча смотреть глаза и сохранять спокойствие до боя в нашем случае россияне и кубинцы вели себя максимально дружелюбно правда кубинская сборная отжигала в роли группы поддержки как только очередной из них выходил на дуэль взглядов остальные принимались и хитно хлопать пританцовывать подкалывать и скандировать боевое прозвище собрата мотивируя его устроить какое-нибудь шоу но никто на дружеские провокации не поддался вы сейчас находитесь в идеальной форме лицах и тяжело было готовиться со всеми со всеми событиями я нахожусь в хорошей форме я занимаюсь делом церемонию вел главный ринг анонсер россии александр загорский кстати сам петербуржец сейчас большая часть громких боксерских вечеров россии проходит либо в москве либо на урале обычно в екатеринбурге либо где-нибудь на юге но поработать в питере тоже выпадает шанс серия имеет особое значение для лидера сборной россии финалисты токийской олимпиады муслима гаджи магомедова в бою за олимпийское золото его победил по очкам именно кубинец хулио лакрус гаджи магомедов очень ждал реванша именно сейчас тем более что он мог пройти на родине но лакрус на серию не приехал придется довольствоваться другим островитянином и постараться в этот раз не проиграть главный бой международные серии сейчас очень важны для российских спортсменов которые почти во всех видах спорта лишены настоящей конкуренции на мировом уровне поэтому такой бой как россия куба очень важен не только для зрителей но и для самих спортсменов и Субтитры сделал DimaTorzok